Воля народа должна проявиться все-таки в какой-то акции, в каком-то коллективном действии. В выборах президента Путина. Получается, что так. Начнем с того, что этот народ, даже этот пролетариат, эти наемные работники должны создать себя таковыми. Сейчас они осознают себя скорее обывателями, никак не осознают себя потребителями. Для того, чтобы пробудить гражданское сознание, с ними надо работать. Работать в разных формах, работать на разных площадках, не упуская ни одной возможности. Так вот, так или иначе, в России нету сейчас условий для выполнения даже минимальных правил буржуазной демократии. За это тоже приходится бороться. В том-то и беда, что за это тоже приходится бороться. Проблема в том, что нам приходится бороться за соблюдение в капиталистическом государстве минимальных требований буржуазной демократии. Но только мы не можем этим ограничиться и сделать ставку только на это. Мы не можем просто плестись в хвосте либералов. Мы не можем просто говорить, а вот давайте мы будем сначала устанавливать более менее нормальную буржуазную демократию, а потом вот уже после этого мы будем вести агитацию за какие-то социальные требования, тем более социализм. Мы должны уже сейчас... Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. А я объясняю. Это совершенно не связано с тем, что я говорил. Я говорю уже о том, что является логикой моего собственного поведения, моей собственной позиции. Мы должны уже сейчас в рамках вот этой демократической борьбы формулировать еще социалистические лозунги. И должны показать, что именно мы, как левые, как социалисты, коммунисты, марксисты и так далее, являемся авангардом этой борьбы, чтобы достаточно радикально и последовательно боремся за демократические права. И делаем это гораздо искреннее, серьезнее и последовательно, чем либералы, которые при любой возможности соскочат, уйдут, потому что им-то нужна не демократия, как власть народа, а представительство и процедуры. Но процедуры, как вы только что сказали, все равно приходится завоевывать, за них нужно бороться. И если эти процедуры изначально игнорировать, то да, где-то мы можем их разоблачить, можем показать, что это все неправда. Но, к сожалению, тот самый случай, что обойдутся без нас. Мы должны сегодня четко говорить, да, мы не верим в честность этого процесса. Мы не верим в его равноправный принцип, что он одинаковый для всех. Мы не верим в равенство условий. И тем не менее, мы готовы уступить в борьбу, и даже мы постараемся, и, скорее всего, сможем выиграть. Вот что я говорю. Уважаемые коллеги, перед нами стоят масштабные задачи. Мы идем к их решению системно и последовательно. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ